Ссылка на веру. С этой ошибке приходится иметь дело, когда за неимением аргументов предлагается просто верить утверждениям собеседника, будь то богослова, таксиста, продавца, риэлтора, политика. Чаще всего в таком подходе подозревают религиозных деятелей, причем зачастую весьма оправданно. Но Писанию чуждо представление о слепой вере. Библейская вера всегда основывается на степени доверия как по отношению к предмету веры, так и по отношению к источнику сведений, которые мы принимаем за достоверные. «Придите и рассудим», — говорит Господь Исаия 1,18. А первая заповедь гласит, «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Исход 22. Господь призывает Израиля свой следовать за собой, потому что он именно тот, кто дал ему свободу. И в дальнейшем он неоднократно предлагает своему народу убедиться в собственной верности, призывая его на этом основании к верности ответной. Писание, обвиняя мир, что тот не познал Бога своей мудростью, вовсе не говорит, что Бог не познаваем вообще и требует слепой веры. Напротив, Писание утверждает, что люди могут узнавать о Боге через рассматривание свидетельств, явленных им в его творении, Римлянам 1,19-20 стих, и даже посредством своих собственных мыслей и совести, Римлянам 2,12-15. Евангелист-исследователь Лука сообщает, что явление воскресшего Иисуса сопровождалось многими верными доказательствами. Деяния 1,3. А Павел даже цитирует рифмованный стих ромейского происхождения, перечисляющий свидетелей и воскресения. 1 Коринфянам 15, 3-7 стих. «Я знаю, в кого уверовал, провозглашает апостол, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». 2 Тимофею 1,12. Евангелист приводит интересный пример, указывающий на разницу между просто верой и верой спасительной. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею, и когда он входил в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Подойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его благодаря его. И это был Самарянин. «Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять, и как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Иван Ветлуки, 17 глава, с 11 по 19 стих. Примечательно, что как раз вернувшийся Самарянин и нарушил указание Иисуса, «Пойдите, покажите священникам», а девятеро исполнили. Почему же именно он снискал одобрение от Спасителя? И почему только его спасла вера, если поверили, пошли и очистились все десять? Согласно Торе, прокаженный должен был не только считаться грязным физически, но он также не имел возможности приходить в храм для поклонения. Он был ритуально нечист. Очистившиеся должны были воздать славу, хвалу и благодарение Богу, показавшись священникам как божьим посредникам, чтобы те засвидетельствовали очищение. Все десятеро просто верили в предстоящее очищение, иначе зачем бы они пошли? Придение в храм, не очистившись дорогой, их бы побили камнями еще на подходе. Но спасительной верой не является слепая вера в исцеление, а оправданная вера в исцеляющем, в то, что Иисус и есть Христос, помазанник Божий. Именно эту веру и засвидетельствовал самореально своим возвращением. Он один из всех понял, зачем этих посредникам, когда имеется возможность воздать славу Богу непосредственно, возблагодарить того, в ком воплощена Божья власть. Таким образом, девятеро исполнили заповедь закона, десятый же нарушил и заповедь, и указание учителя, но наилучшим образом исполнил то, ради чего эта заповедь давалась. Уже само словосочетание «просто вера» должно настораживать. Выражения типа «просто», «очевидно», «бесспорно», «несомненно», «само собой разумеется» и тому подобное, зачастую могут служить индикатором, что у вашего собеседника просто нет аргументов в поддержку его точки зрения. В книге «Деяний» рассказывается о том, как христиане Фессалоник отправили Павла и Силу в вере, и куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием. Деяние 17 глава, 10-11 стих. В чем же заключалась благомысленность и усердие верийцев? В слепой вере отнюдь они уверовали и ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, 17-11. Именно такой благомысленности и ожидает от нас Господь. На поверку как раз атеизм, отвергающий свидетельство творения, разума, Писания, исторических фактов, исполненных пророчеств, преображенных жизнью веровшей и тому подобное, оказывается слепой просто верой.